У меня неприятности. Дело в том, что я перепаял отопление у Ольги в пристройке, в том месте, где я делаю ремонт. Из-под одного окна я убрал батарею, поскольку она здесь не нужна, окно будет закладываться. И нарастил батарею под другим окном. Смотрите, какая громадина получилась. Все хорошо, греет очень здорово. Произвел монтаж еще одной батареи в будущем санузле, сделав врезку в основную ветку отопления. И уже на следующий день должен был зашивать стены гипсокартоном, вкладывать в шумоизоляцию, обшивать с другой стороны. Мне пришлось опять отвлечься на другие дела, на другие работы. И в итоге немножечко приостановился работа со стенами. И вот что получилось. Когда через несколько дней я вернулся к стенам, я увидел вот такое мокрое пятно на полу под врезкой. И очень меня удивил этот момент, но здесь подкапывает, прям совсем чуть-чуть подкапывает одно из соединений. У меня такой в первый раз, чтобы полипропиленовое соединение подкапывал. Не был ни разу никогда и у моих, скажем, коллег тоже. Но тем не менее, очень и очень мне повезло, что стена не была зашита и это обнаружилось. Естественно, я сейчас все это буду справлять, буду вновь сливать отопление, перепаивать все это соединение. Это сделать непросто, потому что соединение сделать изначально гораздо легче, чем его переделать. Но тем не менее, никого не денешься, это надо делать. А насчет того, что такой момент произошел, это, как я всегда говорил, не страшно. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Плохо, когда человек не признает своих ошибок и не исправляет их, пытаясь скрыть как-то, отмазаться от них. И потом выходит очень серьезные последствия. Исправлять это придется таким образом. На нижнем не видно, покажу на верхнем. Дело в том, что срезать я могу только вот по этим соединениям, и трубы не хватит мне для того, чтобы впаяться в новый тройник. То есть длины трубы, потому что труба должна входить, в данном случае, примерно на полтора сантиметра. Поэтому придется мне нарастить вот такими соединительными муфтами, чтобы трубы мне хватило. И уже вот такой тройник впаивать вот сюда вниз, вместо вырезанного. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот что у меня получилось. Вот такое наращенное соединение. Но главное, что ничего нигде не капает. И здесь все теперь будет сухо. Обязательно, прежде чем зашивать стенку, высушить то, что намокло. Может быть даже тепловентилятор какой-то поставлю. И обязательно все высушу. Батареи уже горячие. Отопление я запустил. Проверил, чтобы не капал, не сочилось соединение. И ремонт продолжается. А вы ждите новых видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И пишите комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok